Добрый день! Представьте себе, что современный Opel Insignia мог выглядеть буквально вот так. Это концепт 2003 года. Это уже более зрелое видение. Эта машина, так видели ее в 2007 году, а в результате то, к чему мы привыкли, Insignia 2012 года, находится справа от меня. Вы скажете, такая же, как обычно? В общем, да, но нет. Вообще нужно отметить, что Opel Insignia автомобиль уникальный. Прежде всего потому, что именно он был назначен в 2008 году на роль разрушителя опелевского имиджа, имиджа не очень надежного и скучноватого внешнего автомобиля. Помимо неожиданного для марки скульптурного дизайна, послужившего примером для подражания будущим моделям Opel в иных классах, Insignia наделили множеством других добродетелей. Адаптивная подвеска, амтомические кресла, наконец, эргономика интерьера были обкатаны именно на этой модели. А еще 9 дизельных и бензиновых двигателей, в частности с турбонадувом, которых ранее в фирменной линейке не было. Трудно было представить, что этот автомобиль прямой наследник простоватого Opel Vectra. Конкуренция с такими лидерами класса, как Ford Mondeo, Strain C5, Toyota Avensis и даже Volkswagen Passat стали вполне реальны. Что касается последних изменений, то нынешний рестайлинг не затронул стиль Insignia, что в общем типичен для сегодняшней политики фирмы. Точно так же Opel поступил и с Корсой, объявляя рестайлингом мизерные изменения, свойственные очередному модельному году или просто установку нового мотора. В Новый год Insignia приходит с двумя новыми бензинными моторами объемом 1.4 и 2 литра. В последнее время Opel'евцы применяют новую тактику. Они постоянно обновляют машины. Вначале они меняют, скажем, внешний вид, потом они меняют ходовую, меняют моторы. Таким образом, постоянно машина обновляется, что очень хорошо работает на MS в условиях жесткой конкуренции. Кстати говоря, сказать, что никаких изменений по экстерьеру в Insignia нет, было бы неправильно. Обратите внимание на абсолютно новые диски, причем от 16 до 20 размера. А есть еще легкосплавные, красивые. Но больше всего изменений, конечно, внутри, в содержании, даже не говоря про моторы. Регулировки водительского сиденья фактически, как у хорошего американца в былые годы, сплошная электрика, причем много-много положений. Можно отрегулировать так, как вам будет удобно. По статистике, 50% жителей Германии, которые заказывают себе Insignia, просят, чтобы им поставили вот эти вот эргономичные, я тоже сказал, анатомические сиденья. Мой вам совет, прежде чем заказать эту опцию, попробуйте, посидите, удобно ли это будет вам. Мне, например, неудобно, потому что я слишком толстый, и получается, что у меня постоянно нагружена поясница. Вот эти вот боковые поддержки, эти вот выступы, валики, они на самом деле не дают полностью расслабить позвоночник. Я чувствую, что через полдня езды у меня будут проблемы с моим радикулитом. Новый двигатель звучит достаточно приятно. Надо попробовать, каков он в деле. Все-таки на такую массу 1,4. Пусть даже и турбированный двигатель, бензиновый. Интересно, на что он способен. А моторчик-то оказался ничего себе, не сказать, что это зажигалка, но вполне приемистый. Такой, знаете, типичный немецкий. Агрегатированный шестиступенчатой механической коробкой передач, новый турбированный двигатель объемом 1,4 выдаёт мощность 140 л.с. Он пришёл на смену эквивалентному по мощности двигателю с надувом объемом 1,8 литра. Несмотря на уменьшенный рабочий объём, его максимальный крутящий момент увеличился почти на 15% и составляет сейчас 200 ньютон-метров. Новый двигатель потребляет 5,7 литра на 100 километров при смешанном цикле, что на 2 литра меньше, чем предыдущая версия. Улучшилась и динамика разгона. Машина сгоняется до 100 километров в час за 10,9 секунды. Максимальная скорость у автомобиля с этим двигателем 205 километров в час. Нам в сложных дорожных условиях не удалось достичь вышеуказанных показаний, так что приходится верить производителям на слово. Также доступна ещё одна новая функция в автомобилях Opel Insignia 2012 года. Это Ecoflex. Штука, которая позволит вам здорово сэкономить расходы на топливо. Собственно говоря, в эту технологию входит сразу несколько подпунктов. Один из которых функция Start and Stop, в принципе, достаточно известная уже у других производителей. Это когда вы останавливаетесь, скажем, на светофоре, включаете нейтральную передачу, у вас глохнет двигатель до тех пор, пока вы не выждете сцепления для того, чтобы передачу включить и поехать дальше. Плюс к этому сюда входят специальные пластиковые панели, которые устанавливаются на днище, таким образом улучшая аэродинамические свойства автомобиля. Ну и специальные шины с низким сопротивлением к качению. А ещё у этого опелинового глаза есть другая функция, которая позволит вам не врезаться в машину, идущую впереди. Если вы зазевались и приближаетесь слишком близко, вы услышите вот такой вот сигнал. Машина остановится, конечно, не остановится, но во всяком случае вы тут же стремитесь и поймёте, что что-то идёт не так. А ещё если говорить об этой функции старт-н-стоп, я вижу несколько минусов. Ну, во-первых, мне человеку, которому довелось водить отечественные машины в те времена, когда они постоянно ломались, очень сложно ездить и каждый раз останавливаясь, слышать, что двигатель заглох, сразу проблемы. Это уже, видимо, на генетическом уровне. И второе, вы смотрите, у нас, предположим, жара, мы включили кондиционер, дует вентилятор, очень сильно нагнетает воздух холодный, только так может существовать. Вот я подъезжаю, останавливаюсь в Москве, скажу, в пробке, торжу, заглохло. И тут же, слышите, сразу же поток фактически иссяк. То есть, понятное дело, это энергосбережение, но у вас возникнут проблемы. Если вы стоите в пробке долго, вам просто не хватит холодного воздуха, поэтому придется все время его заводить, выжимая сцепление, или просто отключить кнопочку ЭКО. Ну, тогда забудьте о дополнительной экономии. Отныне всем покупателям Opel Insignia в России доступна опция, с которой знакомы жители, живущие за рубежом. Это глаз Опеля, Opel Eye. Дело в том, что вот здесь вот, в этой коробочке, под внутренним зеркалом заднего вида, находится специальная камера, которая, помимо всего прочего, считывает информацию со знаков. Съемка этой камеры ведется постоянно, она может распознавать несколько знаков. Это круглые знаки. Знаки ограничения скорости, знаки обгон запрещен, и знак, который информирует вас о том, что все ограничения отменены. И все это, заведев знак, она отображается на специальном дисплее, который находится спереди, перед вами, что очень удобно. Часто бывает так, что ты забываешь, что ты въехал, скажем, в зону, где вместо 120 км сейчас, ты должен ехать со скоростью 60. Ну, случается. Бросив взгляд на дисплей, ты тут же вспоминаешь, что нужно скорость сбросить, и начинаешь ехать так, как полезно. То есть, таким образом, Opel защищает ваш карман, потому что штрафы, скажем, в Европе очень существенные. Да, в общем, и у нас в России тоже можно лететь так, что останешься без прав на полгода. Время позволяет нам протестировать еще одну инсигнию. На этот раз с двухлитровым двигателем бензиновым, тоже с турбиной. И тут тоже есть о чем поговорить. О тех новинках, которые... которым будут оснащены машины 2012 года в России. Мне, честно говоря, первым в глаза бросился интерьер. Дизайн спорный, но однозначно стильный. Теперь топовую модель Opel можно заказать в комплектации с черной кожаной отделкой Nappa цвета Indian Knight. Новинка у Opel сегодня не только в салоне, но и в моторном отсеке. Двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом в сочетании с адаптивной системой полного привода увеличил мощность на 30 лошадиных сил. Теперь его мощность составляет 250 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент 400 ньютон-метров против 350 у предыдущей версии. Двигатель обеспечивает разгон автомобиля до 100 км в час на 7,5 секунды и позволяет развить скорость до 250 км в час. Расходует же двигатель 8,8 литра на 100 км при смешанном цикле движения. Ну вот эта машина, конечно, значительно бодрее и чувствуется, что здесь есть достаточно серьезный потенциал. Если говорить о новинках, которые будут доступны на Insignia в 2012 году, то стоит сказать и об обновленной навигации. Но прежде всего, раньше вы помните, для того, чтобы загрузить карты, нужно было вставить специальный диск, и только с помощью этого диска, соответственно, навигация работала. Теперь все по-другому. Начнем с того, что теперь не нужен никакой диск. Все пишется на специальную CD-карточку. Находится она вот здесь. Вот она. Чем она удобна? Вы можете постоянно вносить изменения при помощи своего компьютера, постоянно усовершенствуя свою систему навигации. И пределов к этому, соответственно, нет. А вот эта вот опция, пафосный салон, фактически премиум-класса, тоже теперь доступен в России. Называется он Indian Night. Совсем новый, совсем свежий. И он пришел на смену. Вернее, не пришел на смену, он дополняет другое оформление, которое называется Indian Samba. Ну, в общем, мне кажется, что это для людей пижонистых таких, для тех, которые любят показать, смотрите, что у меня есть. Ну, красиво, на самом деле, мне нравится. И уже в этой машине я понял, что мне есть что добавить по поводу системы предотвращающихся столкновения. Оказывается, здесь есть кнопочка, при помощи которой вы можете отрегулировать расстояние до впереди идущей машины, чтобы оно было для вас более комфортным. Видимо, зависит от того, с какой скоростью вы едете или какой у вас опыт вождения. И еще одно полезное умение этого волшебного глаза Opel. В том случае, если водитель каким-то образом опять же отвлекся от дороги, мало ли, может быть, он задремал, может быть, еще по какой-то причине, и он начинает смещаться, пересекая полосу, раздается специальный сигнал. Вот здесь вот должен быть специальный сигнал такой пи-пи-пи-пи, но проблема заключается в том, что эта история работает только в том случае, если разметка нанесена хорошо. А в Германии, оказывается, тоже есть дороги с не очень качественным покрытием и с не очень читаемой разметкой. Ну вот, культурная навигация. Самым культурным образом привела нас на нижние парковочные этажи аэропорта во Франкфурте. И теперь мы хотим показать последнюю фишечку, которая тоже будет доступна в новом году. Это ассистент, который помогает вам парковаться. Он выглядит немножечко, на мой взгляд, странновато. Есть рули, есть стрелочки, которые указывают, куда вам нужно крутить руль. То есть он уже посчитал, что сюда машина поместится и советует мне повернуть руль вправо. Кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу. Так. Сохранить положение. Двигаться назад. Двигаемся, 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 двигаемся. Слушайте, как... Я переживаю, на самом деле, непривычно. Я понимаю, что помощник, но... Так. Ну, давай уже, давай подсказку, уже все. Стоп. Что дальше? Повернуть руль влево. Забавно. Повернули руль влево. Сохранить положение руля. Двигаться назад. Двигаюсь, двигаюсь. Подготовка к остановке. Слушайте, с ума сойти. Так, 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 так. Стоп. Ну, теперь я сам знаю. Повернуть руль вправо. Так. Сохранить положение. Двигаться прямо. Стоп. Повернуть руль влево. С ума сойти. Для начинающего водителя отличная штука. Ну что ж, я думаю, что обо всех новинках нового Opel Insignia мы вам уже рассказали. Остается только добавить, что эта машина будет доступна у нас в России на рынке в конце сентября. И стоить будет, начиная от 777 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...